Волонтеры, которые подкармливали небольшую кошачью колонию, увидели среди них особенную кошечку. У нее было косоглазие и деформированная верхняя губа. Заметив это, люди решили, что должны помочь. Эту особенную кошечку обнаружили в небольшой колонии кошек в американском городе Туссон, штат Аризона. Волонтеры, которые подкармливали местных котов, однажды заметили кошку и поняли, что ей нужна помощь. У кошечки было косоглазие и что-то с губой, ее верхняя губа была увеличена и деформирована. Сначала они не могли понять, что это, и передали кошку спасателям. В местном приюте определили, что у кошки необычная аллергия и азинофильная гранулема, что возникло в результате неподходящей еды или неблагоприятных условий жизни. Ее назвали Сэм и стали срочно подыскивать хозяина, который мог бы ухаживать за кошкой и восстанавливать ее здоровье. Тогда же фотографии кошки заметила местная жительница, Кейт Перила. Она как раз искала питомца и, увидев Сэм, решила, что должна помочь. Она взяла кошку к себе, и они вместе начали путь к восстановлению. Кошки делали инъекции стероидов и антибиотиков, и она медленно привыкала к жизни в доме. Через пару месяцев лечения и ухода, Сэм было уже не узнать, ее проблема исчезла, а сама кошечка повеселела, набрала вес и стала гораздо лучше себя чувствовать. Как считают врачи, дело не только в лекарствах, но и в том, что Сэм начала жить в помещении и впервые узнала, что такое настоящая забота. Это еще раз доказывает, на какие чудеса способна любовь. Сейчас Сэм счастлива и обожает свою хозяйку. Она очень умная кошка, а еще не стесняется громко мяукать и сообщать о своих желаниях. Если она хочет, чтобы мы поиграли с ней с веревочкой, она будет долго мяукать, намекая, что пришло время игры. В целом говорят, что общение с питомцами полезно для нашего здоровья. Могу сказать, что это правда. Сэм сделала мою жизнь гораздо лучше, говорит хозяйка. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.